Всем привет дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами снова я, меня зовут Женька и сегодня у нас на обзоре игрушка под названием Lunar Axe. Это нарисованная от руки хоррор головоломка, в которой вы ищете магическое оружие после того, как землетрясение оставилось в ловушке в заброшенном мире. Как-то так. Давайте начнем. Проект находится в стадии разработки, его содержание может измениться до выхода финальной версии. Играя в игру, вы соглашаетесь анонимно отправлять данные сеансы разработчикам, чтобы они могли создать для вас лучшую игру. Ну ладно, хорошо. Вернувшись домой, вы чувствуете дрожь земли. Т? Не знаю, я пока ничего не чувствую. Так, загрузка, загрузка. Ладно, посмотрим хотя бы, что это за игра. Она недавно вышла в стиме, и русского языка паркетически пока что нет у нее. Но буду переводить, буду переводить, что смогу, то переведу. Ну, вы уж извините, я не идеальный переводчик. А вход заблокировал, мне нужно найти другой способ выбраться отсюда. Ну ладно. Хорошо. Так, здрасте. Вы кто? Вы, наверное, тут жилец? Я тут похожу, у вас немножко, ладно. Так, что это? Мне нужно что-то, чтобы открыть эту дверь. Хорошо. Логично предположить, что тебе, наверное, нужен ключ, да? А может и нет. Может и не ключ. Так, хорошо, хорошо. Давай пройдемся. Какая-то картина. 1671 год. Я так подозреваю, что это, наверное, код от чего-то, да? Потому что так выделено было. Так, дверка какая-то. Не поддается. Дверка закрыта. Хорошо, будем иметь в виду, что здесь закрытая дверь есть. Это у нас еще должен быть способ открыть это. Ну, наверное, какие-то плоскогубцы нужны, я так понимаю, да? Найдем. Найдем. Давайте пока просто походим, посмотрим, что здесь творится вообще. Твою мать. Что-то у нас тут происходит, да? Что-то у нас тут происходит интересное. Еще одно землетрясение. Мне нужно уйти отсюда, пока это место не рухнуло, короче. Так. Суббота, ноябрь 1966 года. А я только что вернулся из деревни. До сих пор не могу поверить своим глазам. Деревня была разрушена за считанные секунды. Это не было похоже ни на что. Вообще-то же происходит. Еще более впечатляемое является то, что какие-то туземцы знали, что защищать. Слава богу, что у них было какое-то предсказание, что могло быть случиться. Короче, как-то так. Ребят, я очень быстро перевожу, поэтому я могу ошибаться. Не знаю, если среди вас есть какие-то переводчики. Но переведите, что здесь написано. Я пытаюсь хотя бы общий смысл донести. Так. Что здесь может быть в этой комнате мне интересно? Какой-то шкаф. Я не могу посмотреть, что находится внутри. Но тут нужен ключ, скорее всего, да? Так, это что? Я слышу звук воды из этой гнилой двери. Может быть что-то большее, чтобы сломать это? Короче, мне нужно идти, чтобы сломать можно было это. Хорошо, отлично. Удивительно, как некоторые вещи переносят время. Какое время? Я не понимаю. Я на стол навожусь. В смысле время. Так, что за дверь? Похоже, каждый выход заблокирован. Повезло мне. Ну да. По-моему, ты очень счастливый человек. Так, может стулом расхерачить дверь не хочешь? Странно. А что я могу сделать стулом-то вообще интересно? Так, взяли какую-то палку. Так, сова, уйди отсюда нахер. Что ты здесь сидишь за мной, подглядываешь? Ты очень жуткая. Так, ладно. Тут надо все, мне кажется, перетыкать по 10 раз, чтобы что-то найти. Ну, посмотрим, посмотрим, что это такое. Так, какая-то мозаика или фриска. Я могу ее почистить. Ну, давайте почистим. Давайте немножко поиграем в симулятор уборщика. Почему, собственно говоря, и нет. У нас на канале много симуляторов всяких разных выходит. Кстати, посмотри, если не смотрел всякие разные там симуляторы русской деревни и прочее такое. Может тебе понравится. Так, ладно. Допустим, мы почистили. Дальше пока что ничего. Палку ты не хочешь применять? Стул. Всякое такое. Может, как-то на стул можно залезть, что-то сделать, нет? Странно. Ну, ладно, хрен с тобой. Посмотрим, что у нас тут есть еще. Так, дверь закрыта по-прежнему. Меня вот эта вот картина смущает. Здесь, наверное, что-то сделать надо. Так, здесь ничего нет. Ну, как это ничего нет, если тут стоит дверь? Довольно-таки подозрительно. Так, ты по-прежнему не открываешься. Сюда нужен ключ. Надо запомнить это. Ну, ладно. Пойдемте сходим. Посмотрим. Тут у нас до сих пор обвал. Мы отсюда не сможем выйти. Блин, надо что-то делать. Надо искать какой-то другой вход. Вот. Прикольная рисовка на самом деле. Все это рисовали вручную, я так понимаю. Это какой объем труда нужно приложить этим было людям. Кстати, да, ты тоже можешь меня поддержать, поставить лайк, подписаться на канал. Я стараюсь для тебя. Так, к картине я ничего не могу применить. Хорошо. Хорошо. Что нам делать? Дальше это вопрос на миллион. Здесь у нас все по-прежнему закрыто. Я могу как-то открыть, но пока что не понимаю, как. Может доской проломишь? Может стулом проломишь? Не хочешь? Плохо. Плохо. Ладно. Будем делать что-то другое, значит. С этой фреской что-то связано, наверное. Нет, я ее зря чистил. Я вообще зачем ее чистил? Я пришел куда-то в дом непонятно куда и начал чистить фреску. Ладно, допустим. Блин, ну я не знаю. Пойдемте, наверное, опять туда, вот откуда мы пришли. Нет? Здесь ничего нет, точно? Так, не дай бог что-нибудь здесь пропущу, блин. Потом буду ходить искать. Ладно, пошли отсюда. Так, здесь у нас все без изменений, ничего больше тыкательного нету. Да, похоже, каждый выход заблокирован. Повезло мне. Я понял, ты очень счастливый человек. Кстати, нашего главного героя так и не представили, кто он, зачем он сюда пришел. Я так понял, здесь какое-то землетрясение было, собственно говоря. Старые книги и документы на стул, доски. Нет? Старые книги и документы. Но это все не то, что мне нужно. Так, ну я понял. Вот здесь тоже надо чем-то тебе открыть доской. Я бы, честно говоря, просто доской бы стекло сломал, и все, никаких проблем бы не было. Что тут еще тыкательного есть? Куда еще можно отткнуть? Так, ну это мы с тобой вроде читали, да? Да, читали. Блин, может какие-то бумаги есть? О, 6 июня 1960 года, утром на северном берегу произошло сильнейшее землетрясение. На руинах больших деревень были видны обвалившиеся скалы, огромные плантации вырванные и брошенные в реку, очень высокая земля с опавшим кустарником, бело-красно-желтая земля, забитая камнями. Что-то, короче, все в воду упало, я так понимаю, да? Что-то все очень херово здесь. Так, слушай, блин, я не знаю, что мне делать. Чем-то сильным кинуть, ну может стулом кинуть? Доской, стулом. О, получилось. Получилось, это прикольно. Так, что у нас здесь? Вода капает из трещины в стене. Так, ну капает и капает, мне за счет этого легче стало. Давай доской заклеим, я не знаю как. А что-то от меня хочется. Мне надо чем-то тебя заделать или наоборот разломать, чтобы ты вышла. Ну давай еще раз доской, не хочешь? Ладно, не хочешь как хочешь. Будем искать какой-нибудь другой ход, наверное. Так, а что нам делать-то в итоге, я так и не понял. Так, это я сюда щелкал, нет? Я вижу разрушенное здание на улице, и мне повезло, что я жив. Так ты определись, везунчик ты или не везунчик. Ты мне до этого говорил, что ты несчастливый человек, а сейчас говоришь, что счастливый. Странный ты какой-то. Так ладно, здравствуйте. Здравствуйте, вы кто? Что за дед вообще, я не знаю. Что ты от меня хочешь-то? Я просто тут хожу по твоему дому, смотрю. А я уверен, ты был хорошим мальчиком. Не знаю, почему был. Ты умер что ли? Бедный песик. Да, видишь, стекла у нас битые, все перебитое, землетрясение здесь было. Мы тут типа спаслись чудом, да? Так, какая-то записка. Ситуация становится невыносимой, когда посещали кто-то ратушу. Городская деревня забрасывала их камнями, они были очень злы. Я опасаюсь, что против нашей компании назревает бунт. Я не прошу вас помочь, спрятаться, если будет безопаснее на ваших часах. На случай, если что-то случится, я жду твоего ответа. Примерно как-то так. Я не знаю, что здесь случилось. Как смог, так перевел. Я не понял смысла. Так, ладно, а что здесь еще есть? Ключ есть, между тем. Ключ у нас от чего? Есть несколько вариантов, куда его можно применить. Я пока что подумаю, наверное, да? Так, ладно, ладно. Ключ, ключ, ключ. Походим, 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 потыкаем. Не знаю, от чего. Так, я ничего не оставил. Вроде нет. Так, ладно. Так, здесь я ничего не могу взять. Здесь я могу выйти из зеркала. А я думаю, здесь жил кто-то важный. Это почему? Потому что зеркало такое кушерное, что ли? Так, ладно. Давайте куда-нибудь вернемся. Попробуем открыть вот этот вот, наверное, этот. Сначала здесь попробуем открыть. Подойдет, не подойдет? Ну-ка. Не поддается, не подходит и вообще без вариантов. Значит, нам надо открыть этот сервант. Потому что я помню, что надо было открыть либо сервант, там нужен был ключ, либо вот этот вот подвал. Ну, подвал, наверное, я не знаю. Давайте сначала попробуем сервант. Мне вообще-то кажется, что это отключат серванты. Так, давай, давай. Ага, вот отлично. Так, что у нас здесь есть вообще? Старая книга о строительстве фонтана. Должна быть редкость. В смысле, это редкая книга считается, типа? Че я подобрал? На че это похоже? Не знаю. На какие-то... Что это? Хрен его знает. На отмычку похоже. Так, ладно, допустим. Если это отмычка, применим-ка мы ее к двери. Вот. Я понял, да, что здесь делать надо. Такая незамысловатая, короче, система открытия замков. Похожа, между прочим, на обливиан. Ей было там такое, с такими же отмычками. Так, ну все, мы попали вовнутрь, в принципе. Я могу видеть океан там. Где-то вот там. Че я подобрал? Может быть, можно что-нибудь на этот крючок? Это крючок, что ли, такое? А похож на какой-то камень. На какой-то камень с каким-то крючком. Я не понимаю. Клана, допустим, что еще тут есть? Какая-то дверь. Проход-то я вижу. Здрасте, здрасте. Вы долго будете от меня бегать-то, нет? Уважаемый гражданин. Что у вас происходит вообще? Объясните. Ага, спасибо. Я ничего не понял, откуда ты ушел. Да, ты куда-то ушел. Это дыра слишком велика. Короче, это слишком большая дыра. Нужно как-то добраться, да? Туда. Хорошо. Хорошо, хорошо. Что нам делать дальше? Я не понимаю. Давайте посмотрим, что нам делать с этим крюком. Может его приметь сюда? Так, ладно. Ладно. Вернемся назад. Тут какая-то дыра. Есть как добраться до нее, да? Возьмем вот эту доску, положим ее сюда. Все, отлично. Все. Здесь какая-то головоломка. Нам надо составить какой-то портрет от этих мужиков, нет? Открывайся. Нет? Камень будешь? Что-то мне надо-то. Ну, составил я портрет трех каких-то богатырей. Что дальше? Так, а что не нравится-то? Что не так-то? Алло, игра. Я составил тебя изображение. А, подожди, еще что-то что ли? Серьезно? А-а-а. Здесь надо составить что-то другое. Серьезно? Интересно. Так, а что это такое? Это какой-то змей, да? Я так понимаю. Да, это какой-то змей. Отлично. Интересно. Запутать меня хотели. Но я разгадал. Мы с тобой разгадали. Так, код. Так, мне нужен, наверное, код от картины, да? Какой-то. Я его, честно говоря, не очень помню. Я его вроде где-то записывал, да? Так, но я посмотрел код, который был на картине в самом начале. 1600. Так, 600 вроде, да? 61. Бляй. Перепутал. Так, ладно, подожди секунду. Вот, 1671 там код был. Все. Мы открыли наш сундучок. Что у нас тут есть? Еще какой-то ключ мы нашли один. Но этот ключ я уже понимаю, куда ведет. Среда 18 мая 1961 года. Если прошло несколько месяцев с тех пор, как отец и иезуиты были изгнаны из государства, к счастью, нам удалось благополучно уложить все части черчаки. Надеюсь, мне больше никогда не придется его использовать. Я продолжу свои исследования этого существа, как я продолжаю бороться, чтобы помочь сохранить. Даже если мне придется нажить некоторых врагов в процессе. Чего? Ничего не понял. Здесь какая-то секта, что ли? Ну, я прочитал это слово. Не знаю, может я, конечно, неправильно перевел, но... Смысл был такой, что какое-то существо, и нужно как-то с ним бороться, что-то такое. Ну ладно, как бы то ни было, давайте сюда применим ключ уже, наконец. Вот. Это у нас теперь открылось. Интересно, можно ли слить отсюда воду? Интересный вопрос. Так, это что? Какая-то проволока? Так, это цепочка. Наверное, можно сейчас разбить вот эту вот херотень, которая у нас там вот с балкона виднеется, да? Чтоб вода утекла. Это же было бы логично, по-моему, да? А-а-а, я понял. Надо по центру, да? Давай, ого! Опять мимо попал, блин, е-мое. Давай сейчас аккуратненько по центру. Хоп! Хоп! Отлично! Просто замечательно. Вода уходит, и теперь мы с тобой сможем пробраться куда? Мы с тобой сможем пробраться в подвал, верно? Там, наверное, нас будет этот новый старичок, наш новый знакомый ждать. Потому что он что-то ходит, он что-то хочет мне сказать, но никак не может сказать, не знаю почему. Здрасте. Здрасте, я его уже вижу, да? Я тебя вижу, здравствуйте. Молодой человек. Пожилой человек. Э-э-э, так, подожди, что это было? Где? Что было где? Так, что мне делать? Здравствуйте. О, добрый вечер, добрый вечер. Что вы мне хотите сказать? Ой, господи. Э-э, ты, кто ты? Ты здесь застрял? Было землетрясение? Землетрясение? Просыпайся. Он уничтожит весь остров, ты должен с этим бороться. А о чём я говорю? Э-э-э, гигантская змея, он проснётся и разрушит остров. Подожди, я объясню. Это звучит безумно, но послушайте меня. Эта змея-великан, которая питает на этом острове с незапамятных времён. Она проводит большую часть своего времени под землёй, когда происходит землетрясение. Это означает, что она просыпается и движется. Эта земля сражалась с ней на протяжении многих поколей, но они смогли победить её только потому, что у них было легендарное оружие. Лунный топор. Они сказали, что получили это оружие от богов леса. Этот топор с момента последнего появления змеи и уничтожения племени португальцами. Топор был разделён на три части, спрятанный в трёх разных местах города. Я убил, прежде чем я смог передать этот секрет любому преемнику, о котором никто больше не знает. Как-то так. Пятница 1 апреля 1672 года. Это конец, это, вероятно, будут мои последние слова. Кто-то ворвался в мой дом и загнал меня в вазон. Наверное, в подвал. Мне больно, они оставили меня здесь стекать кровью. Я был уверен, что буду в безопасности после провала револьта. Короче, кто-то должен защищать топор. Топор, тебя его не получилось защитить, потому что ты уже труп. Господи. И всё? А что мне дальше-то делать? Я что, защитник топора новый, что ли? Алё? Так, поздравляю, короче. Это была демо-версия туда-сюда. Не знаю, в полный доступ, когда выйдет игрушка или нет, но она уже есть в Steam, между прочим. Подписывайся на канал, ставь палец вверх этому видео, если оно тебе понравилось. Обязательно поделись его с друзьями, если тебе понравилось. Помоги мне достичь моей небольшой цели. Это в тысячу подписчиков до нового года.